Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это уникальное событие. Каждое служение – это удивительное явление Твоей милости, благости, жертвы, завершенной работы. Мы благодарны Тебе за это особенное понимание, которое Ты даешь нам. Какая большая разница между этими двумя заветами. Один – это обетование, а другой – совершение обетования. Мы так благодарны Господе Иисус в укреплении веры, в надежности, когда мы находимся в вере. И там мы говорим – никогда не отклонюсь, не уйду. Слава Богу! Благослови эти слова. Во имя Твое, драгоценный Иисус, мы молимся и просим. И все сказали – Аминь! Недавно я смотрел документальный фильм о термитах. Это невероятно, слушайте. Некоторые считают, что термиты – это инопланетяне. Они не могут жить на планете Земля без своего здания. И сооружения, которые они создают – это невероятно сложная с точки зрения инженерной мысли. Когда на них смотришь, то копошатся там вот эти насекомые. А когда изучают, что получилось, то это в любую погоду великолепная вентиляция ходов, а также самых главных мест, где возрастают эти насекомые. И когда смотришь на все это, то думаешь – хорошо, что я не термит, правда? А с другой стороны – а почему это у термита получается все? И дом такой получается. И вся семья. И защита есть. Да, бывают поражения и прочее. Но когда рассматриваешь по большому спектру, то ты видишь, и мы с вами идем дальше, инстинктов. Потому что инстинкт – это простое и, будем так говорить, очень упрощенное понимание сложнейшей программы, которая вложена в те особи. И чтобы не думать слишком много, что есть программа и программист, сказали и сверли, да, это у них инстинкты. А на самом деле Господь нам открывает другое. И в притчах неоднократно говорится о том, ленивец, ты пойди, посмотри на муравьев. Начальника нет, они так здорово все делают. Мы с вами в Библии имеем три вида жизни для человека. Первая – это жизнь, которая была в Эдемском саду. Никаких пререканий до времени падения. Адам наслаждается, Бог с ним разговаривает, Бог приходит к Адаму и говорит, вот животные сейчас пройдут, и ты называй. Вот какое имя им дашь, такое имя у них и будет на все время. И Адам не говорит, что ой-ой, я не готов к этому испытанию, я не знаю, сколько слов, откуда я их возьму. Нам это в голову не может прийти, насколько это сложно придумать десять, допустим, слов новых. И не только придумать, не только сказать какую-то тарабарщину, но еще и запомнить, к чему эта тарабарщина, каждый из этих терминов, будет относиться. А тут перед Адамом проходят эти удивительные животные, и он их называет, и каждое из этих названий соответствует некоторой характеристике этой особи. это была жизнь, в которой мудростью был Бог. Давайте похлопаем. Когда он пал Адам, он стал беспокоиться за свою жизнь, и ему казалось, что Бог ее нарушит, а она уже у него покатилась. И он сам отказался от Бога, но Бог его не оставлял. Он дал ему и покров, и жертву принес. Наступила вторая фаза жизни. Это жизнь человека падшего. И мы с вами очень хорошо дожили до этого года, 2019 года, по рождению Иисуса Христа, по пришествию в этот мир. И мы строим свою жизнь, пока я не говорю о третьей части. Но, как обыкновенные люди, мы что-то такое в этом мире делаем. И очень много не получается. Потому что нету той мудрости, которая была у Адама, которая имеется у термитов, и которая напрочь отсутствует у людей. Но, когда мы приняли Иисуса Христа, то в Библии мы с вами вдруг обнаруживаем такую интересную вещь, Евангелие от Иоанна, первая глава, где говорится о самом начале мироздания. Кто такой Бог? Он существовал всегда. И мы, как верующие, мы сказали слава тебе, Господи, ты существовал всегда, и я верю в это. У меня нету никакого побуждения задавать глупейшие вопросы, и эти вопросы такого характера. Но если в этом мире все, что есть следствие, имеет свою причину, а Бог, какова была причина, что Он появился? И мы открываем Библию и говорим, а здесь причины нету. Он всегда существовал. Человек может говорить, нет, ну, должна же быть и у него причина. Посмотрите, какая разница произошла после того, как мы с вами согласились с мудростью Бога. Она вот здесь, в этой книге, по всем вопросам нашей жизни. Кроме того, эта книга нам дает вопросы и в нашем прошлом, что там ничего не изменишь, с этим все покончено, не возвращайся туда, не думай, не вини себя, потому что тогда ты будешь то, что у тебя было какие-то ошибки в прошлом, ты будешь заново их переживать, а за них уже все заплачено, и ты уже новый человек, у тебя ты чадо Божье, ты живи по новой жизни. И здесь написано в первой главе, в четвертом стихе, в нем, в Иисусе Христе была жизнь. Я хочу пояснить это слово была, на русском языке это как будто была жизнь, а потом перестала. А в греческом языке этот вариант была, продолжите, есть и будет, была, поглопаем? Мы с вами живем, о, я согласен хлопать, есть, а по поводу будет, мы ненормальные, потому что нормальный человек скажет все там будем, то есть в небытии, а верующий в Иисуса Христа единственный человек в мире, который верит, что он не только живет и в будущей жизни, но это жизнь, а это не смерть. Соглашаешься Иисусом Христом, мы переходим на высший уровень мудрости. Это его мудрость, это его слово, это его жизнь, и здесь написано, что в нем была, есть и будет жизнь, и она была, есть и будет всегда светом для людей. Когда пастор Нурлан начал говорить, он сказал, приходите на евангелизацию, столько смеха, вот, и интересно, смех это и радость тоже. Да, у смеха имеются разные понятия, но это радость. И мы в этой радости видим очень интересные вещи. И он написал это, как сначала Хазар показал головой, что нет, а потом вдруг Хазар поменял свое мнение. Мне до того понравилось вот это, что сначала а потом вдруг он поменял это мнение, что супер, потому что мы, когда находимся в себе, то это вторая часть жизни, это жизнь падшего человека. А когда мы с вами смотрим на Иисуса, то это жизнь нового человека. причем в этом новом человеке так было хорошо сказано во время вступления. Смотрите, второе послание Петра, первая глава, четвертый стих, говорится, что нам даны в нем все обетования. Вам нравится это? А чем вам нравится это? Потому что это обещание на всю жизнь, правда? и вы можете это в своей жизни проверять. Кроме того, если даны обетования, то тогда работает очень легко правило для этих обетований. То, что было сказано по первой книге Царств в 17 главе, он избавит меня. Когда у меня есть это принятие дара от Бога, то я уверен, что он избавит. другое дело, что в мире мимо нас могут проходить разные люди, которые будут говорить, ну что, избавил тебя? И мы можем сказать, о, супер, великолепно, избавил, да где же это? Посмотрите на Иосифа, бросили его в смоленой ров, в яму, он весь испачканный там, но с ним Бог поговорил, да поговорил настолько серьезно, что с 17 лет этот юноша, а может быть и раньше, он на всю жизнь запомнил эти встречи, которые произошли в видениях. И эти встречи показывали на будущее, что когда-то в будущем вся семья придет к тебе. И они с радостью, потому что оказывается в их семье такой пророк, который может видеть будущее, он связан с Богом, Бог через него говорит, и этот пророк еще в 17-летнем возрасте им рассказал про будущее всей семьи, и это будущее выигрыш. Без Иосифа это была семья очень сложная, у них столько много было заблуждений, столько много всяких похождений, и ни одного здания величественного они не сделали. А у Иосифа столько много испытаний, столько много искушений, столько много притеснений, и он говорит, он меня избавит. То же самое с нами, то же самое с нами. потому что в этом мире, в котором мы с вами живем, есть два и моя сегодняшняя проповедь называется «Мой художник». есть такая песня «Я рисую, я рисую, я рисую». Слышали, да, и я? Забудьте мелодию, песню. Все рисуют в этом мире. И рисунок без Иисуса Христа, последняя проповедь пастора Шальдера была очень интересная, мы будем выставлять части этой проповеди, вернее, полностью проповедь, она уже сегодня будет выставлена, она называется «Как велик ваш мир?» Если я в Иисусе Христе, то мой мир настолько велик, насколько велик кто? Иисус Христос. А когда я нахожусь в себе, то мой мир настолько велик, как кто, Денис? Как я. А здесь никто не видит величие этого. Да и я тоже. Только когда подпрыгнул, и пока там миллисекунды летишь, ух ты. Нет. Почему? Потому что совершенно две разные картины мироустройства. Первая картина, когда я сам рисую свою жизнь, это будет такая. Вот человек, сам рисует. Смотрите, его жизнь идет от него самого. Это же мы сами рисуем. Верно? Петр, ты внимательно служишь? Да? Очень хорошо. Смотрите, через него самого и к нему самому. И к нему самому. И он думает, и почему у меня так все? Другие улыбаются, у них жизнь такая замечательная, только она все равно такая. Когда же мы с вами в Боге, то получается удивительная вещь, что Бог и Денис, говори, и я в Боге там. И тогда моя жизнь идет от Бога через Бога и опять к Богу. И здесь столько удивительных событий, которые происходят. Вы знаете, я могу быть христианином, некоторым это не нравится, слово, потому что в некоторых религиях это слово, оно антагонистично противопоставляется бывшей религии. Нет, нормально, христианин это тот, который... Знаете, это название христианин получили в Антиохии первые верующие. В Антиохии люди радуются, они прощены, такая замечательная атмосфера, там все выходят оттуда, радостные. Это в одной истории современности один учитель ислама, о, даже не учителя, князь, и он проходил мимо церкви и увидел, как оттуда выходят люди, и они все радостные. И он спросил одного, а почему вы радуетесь-то? И тот сказал, да мы прощены, мы прощены. Единственная религия, где имеется прощение, обоснованное жертвой, которая была принесена. Попытка изобрести какую-либо другую жертву после Иисуса Христа, она приводит к тому, что у человека появляется понимание не работает. Он все равно чувствует, что он не прощен. А в Иисусе Христе скажите, а почему мы чувствуем, что мы прощены? Зами потому что? Он умер за наши грехи, Он сказал нам это, Дух Святой подтверждает нам это, и мы убеждены им, потому что это идет от Бога, через Бога, и снова возвращается к Богу, в котором мы с вами находимся. Так ли это? Да, Библия говорит об этом. Она говорит о том, что Он наша жизнь, Он строит нашу жизнь, Он художник этой жизни. Если мы возьмем Авраама, ему было сказано, что будет город, который построит сам Господь Бог. Мы с вами дальше Авраама узнали, что оказывается для нас готовится небесный Иерусалим В 20 главе книги Откровения говорится, что ангел, великий ангел подошел к Иоанну Богослову и сказал пойдем я покажу тебе невесту Христа и возводит его на великую гору и с этой великой горы можно было увидеть город небесный город Иерусалим весь светящийся весь в свете если мы посмотрим на другую картину это картина Евангелия от Матфея 4 глава где дьявол искушает Иисуса и одно из искушений он возвел его на высокую гуру Иисус увидел все царства мира и дьявол сказал если ты мне поклонишься я тебе дам эти царства и можно было бы сказать как здорово а что это за царство вы там в этой картине видите что-либо ничего а вот картина которую показывает Иисус что такое его царство 16 глава Евангелия от Матфея вот он художник нашего дома художник нашего настоящего и будущего в 16 главе в конце он говорит что среди стоящих здесь есть некоторые которые еще не умерев увидят уже царство Божье и потом он в 17 главе возводит их на гору преображения все идет нормально Иисус вместе с ними Петр Яков и Иоанн идут восходят на гору и вдруг они видят как Иисус просеял потом они увидели еще двух и причем без всяких опознавательных знаков паспортов они обнаруживают перед ними вся Библия Иисус можно было бы сказать Новый Завет но он на самом деле и Ветхий Завет а в Ветхом Завете и Моисей и пророки Илья и радость такая большая и у Петра сразу же появляется замечательная мысль Иисус давай мы здесь сделаем три палатки поставим одно для тебя потом для Моисея и для Ильи и голос с неба говорит великое откровение это откровение такое вот мой сын возлюбленный которому я полностью доволен его слушайте почему потому что Моисей это замечательно через Моисея был дан закон десять заповедей кто из вас десять заповедей выполняет что за смех смотрите как интересно так они же находятся в десять заповедей и в другой церкви можно услышать эти десять заповедей они чудесные только они уже выполнены и мы живем в выполненных заповедях потому что в нас Бог любви Он рисует нашу духовную жизнь и в этой духовной жизни все уже совершенно ну со мной можно поспорить и сказать а так ли это мой совет единственный забудь про картину когда ты от себя живешь через себя и к себе но живи уже просто в Иисусе Христе а как мне жить чтобы это узнать в Библии говорится позволь Иисусу чтобы Он занял твое сейчас время в котором ты именно сейчас живешь песнопениями размышлениями о Слове Божьем и практическом применении когда ты веришь веришь и практическое применение такое что Он предлагает чтобы ты Ему передал свою жизнь и Он будет через эту жизнь жить так говорится в послании к Галатам во 2 главе 19-20 стихи где говорится и уже что никто живет кто не живет Павел говорит я уже не живу а кто живет Иисус Христос да ну ты же ведь Павел да вы видите Павла но я верою живу и позволяю чтобы Он выстраивал мою жизнь эта жизнь настолько великолепна потому что она описана духовными дарами из них единственный дар из которого остальные все дары идут это любовь любовь Агапа любовь Агапа это завершенная работа Христа на кресте Голгофы вот где она реализовалась вот где она явлена воочию там должны были быть мы каждый из нас и никакого в этом сомнения потому что когда-то это откровение будет явлено на великом суде белого престола те люди которые отказались от Иисуса Христа они услышат что это они отказались не он от них отказался он делал все даже даже Иуду он назвал друг когда тот предавал его в Гефсиманском саду Иуда сам выбрал другой хотел ли он выбрать ад как вы думаете а хотят ли люди выбрать ад сегодня это вам кажется я здесь же в Питере я слышал такие слова настолько агрессивный человек был настроен против Иисуса Христа и он сказал даже если я пойду в ад мне Христос не нужен и что будет он услышит эти слова потому что Бог каждого будет судить и по его словам когда мы предоставляем Господу чтобы он рисовал нашу жизнь то даже при падениях у нас происходит восстановление причем восстановление на уровень в котором мы не только были во Христе но мы продолжаем там пребывать потому что наш новый человек не грешит он не теряет спасение наш Христос не может потерять спасение наш новый человек принадлежит Иисусу Христу и единственное что к чему ободряет Дух Святой чтобы мы позволили давайте теперь мы посмотрим с вами а кто же такой художник этот который описывается в восьмой главе книги притч там настолько интересное описание смотрите 23 стих это мудрость говорит я в вечности в вечности Бога предназначено или я это Иисус Христос предназначен для мудрости Отца Отец и здесь в 22 стихе написано Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих что Отец сказал да будет так и мудрость все это сделала Он так любит своего Сына что весь мир сотворения этого мира подарил своему Сыну Он так любит своего Сына что и спасение мира который отойдет подарил своему Сыну Он так любит своего Сына что соединил при помощи своего Сына к посланию Колоссянам 1 глава 19 по 21 стихи Он соединил и небесное, и земное своим сыном. И когда мы понимаем, что Отец так любит своего сына, мы успокаиваемся и говорим, Господи, так ты нам свою мудрость эту даешь. Эта мудрость, она здесь написана, смотрите. Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Что это говорит? О чем это говорит? Все это было создано им. Когда еще Он, то есть Отец, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я уже там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака. Когда укреплял источники бездны. Когда давал море, устав, чтобы воды не переступали пределов Его. Когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день. Вы чувствуете взаимоотношения отца и сына? Это взаимоотношения любви и великой радости. В своем Сыне Отец совершенно спокоен. Это мой Сын возлюбленный, которому я полностью доволен. Все, что Он сотворил, я полностью доволен. Что Он сделал на Голгофе, я полностью доволен. Что Он делает в каждом из верующих, я полностью доволен. Как же, Отец, как ты для меня, для верующего. Я полностью доволен, потому что через Иисуса Христа Дух Святой вас, нас ведет к Отцу. Сколько попыток умолить Иисуса. Сколько попыток посягнуть на Его божественность. Послушайте, отбросим это. Начнем с того, что мне нужен художник моего спасения. Мне нужен художник моего дня, моих взаимоотношений. Если я посмотрю на термитник, я говорю, художник, а ты великолепно все сделал. Это не термиты это сделали, а ты все это задумал. Когда я смотрю на воды океана, когда я смотрю на окружающий мир, и я обнаруживаю, какая большая радость везде, где прикоснулся и все, что сотворил Господь. И Он это сделал и поддерживает своей силой. Когда я смотрю на этого художника, то вижу послание к евреям, первая глава, третий стих. Он сам пришел в этот мир, в мою мразь, и взял это все на себя. Там написано, Он собою очистил нас от грехов. Уж если Он это сделал, а это может сделать только лишь мой художник. Он и Небесный Иерусалим сделал. Была заминка перед Небесным Иерусалимом. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, давайте мы, по-моему, второй стих. Давайте мы посмотрим. Итак, мудрость большой радости. Мы с вами, когда в мудрости нашего художника, это большая радость. Итак, смотрите, Иоанна, 14 глава. Иисус говорит замечательную вразу. Второй стих. В доме Отца Моего обителей много. Если бы, а если бы не так, я бы вам сказал. То есть, то, что я говорю, Иисус говорит, то, что я вам говорю, это правда. Если бы этого не было, я бы вам сказал. А дальше Он говорит, а сейчас я иду подготовить место вам. И вот здесь мы можем сказать, так оно еще не готово. Умит, оно не готово. Ему, ну, оставалось только пойти на крест. Правда? И я иду приготовить его для вас. И потом, когда я приготовлю, когда я буду распять на кресте, и скажу, отец, не вмени им этого греха, они делают это, не зная, что делают, то я приду к вам, и вы будете со мной. Мы с вами только лишь приняли этого человека, его завершенную работу, и тут же в нас стали происходить изменения. Не у всех эти изменения происходят с одинаковой скоростью. Но очень интересно, что всем Он дает любовь. И тот, кто немощен, то рядом будет другой немощный, который будет поддерживать. Это будет такое устройство. И это происходит сейчас. Поэтому мы приходим в церковь и говорим, ты мою жизнь рисуй. Ты ее выстраивай. Потому что, когда я обращаюсь на пройденный путь, я вижу везде, где это сделал Иисус, там такие удивительные плоды. Там же, где я делал, я туда даже не смотрю. Потому что там ничего интересного нет. Может быть, когда-то был восторг. Нет, это совершенно другое. То, что делает Иисус в нас, оно имеет вечную категорию. И в этой вечной категории все выписано. Если уж у термитов, термитники, такие-такая вентиляционная система, то в городе Иерусалиме на небесах, то в нашей с вами, в нашем общении в церкви происходит невероятное, когда мы с вами не только представляем этот путь, но это путь любви Агапы от Иисуса Христа на кресте, от мыслей Отца Вечности, через Иисуса воплотившего все это. И мы живем через Бога. И там мы получаем, из нас исходит именно это, любовь. Послушайте, в церкви есть две структуры. Одна организационная. Как, когда проводить служение, как это происходит и так далее. А другая, это структура любви. Любви Агапы. Потому что здесь, приходя сюда, мы с вами не выполняем шаг за шагом структуральные вещи или структурные вещи. Мы с вами являемся теми, кто исполняется духом, и потом эта любовь идет ко всем остальным, ко всему миру. Если нас остановить на улице и задать вопрос, то я уверен, исполненный духом будет говорить об Иисусе Христе. А что у вас другой темы нет? Это самая великая тема. Самая великая тема, которая у нас может быть. Искупительная жертва. Я спасен. У меня есть это желание идти и делиться тем, что Он предложил. Поэтому мы с вами видим и начало мудрости. Она была с Отцом. Она все сделала. И она всегда радуется. Потому что у Иисуса всегда все получается. 46 глава книга Исаии, 10-12 стихи. Все, что я задумал, это исполнится. Никто не может сделать так, чтобы это не исполнилось. Все обетования, которые, то, что говорилось сегодня 2 Петра, 1 глава 4, все обетования берите и признайте, что это обязательно исполнится. Весь мир этого не видит, а это обязательно исполнится. Потому что мы с вами живем в другом измерении и мы видим, как недавно я рассматривал картины Ван Гога. Ну, была годовщина его там какая-то в жизни. Замечательный художник, безусловно. И вот он там особенным образом выписывает лепестки цветов. И люди любуются. Ой, сколько этих лепестков жизни в нас, в нашей ежедневной жизни. И с каким восторгом апостол Павел говорит об этом в Галатах 2 глава. Я уже не живу. А во мне живет Иисус Христос. А то, что я живу сейчас по плоти, вы видите, то я живу по вере. И то, что я вам передаю, то это по вере. А то, что передаю, я был таким грешником. 1 Тимофея 1 глава 15 стих. Но Господь избрал меня для того, чтобы через меня показать, как Он может взять вот этот кусок глины, который совершенно противится Ему, и сделать из него выдающегося апостола. выдающегося апостола. Мы с вами берем все эти слова, которые сегодня говорились, и говорим. Это аминь, аминь, аминь. Почему? Да потому что это не придуманное, а это рабочее. Это всегда любовь Агапе, которая действует и прикасается через нас и в наших семьях, и в наших взаимоотношениях. А здесь мы приходим для того, чтобы наполниться этим. В радости я все делала перед Отцом моим, и Он радовался вместе со мной. В радости мы с вами воспринимаем и меняем свое отношение, потому что совершенно другой круг жизни. Это круг жизни Иисуса, нашего художника. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы и так благодарны Тебе за Твою любовь. Господи, какой Ты сделал в нашей жизни, как еще много-много Ты сделаешь, потому что Твои обетования просто невероятны. Ты даешь нам больше, чем мы просим и о чем мы думали. Мы так благодарны Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты делаешь нас активными участниками и теми, кто подставляет свою жизнь и радуется в этой мудрости, в этих художествах, которые Ты делаешь. Может быть, среди тех людей, которые слушают эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа. В чем дело? Что Вы теряете, если сегодня Вы просто попросите Его, чтобы Он вошел в Вашу жизнь? Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне жизнь вечную, подари мне эту жизнь вечную, Агапа, которая находится прямо сейчас. Благослови, помогай, прощай, люби, поправляй, приведи в живую церковь, обучай Твоему Слову, во имя Твое, драгоценный Иисус, мой Бог и Спаситель, мой художник жизни, прошу Тебя и молюсь. Аминь. Спасибо, благословю Вас Богу.